можно долго рассуждать о том что такое правильное утро но я абсолютно точно знаю что правильное утро это когда встречаешься с хорошими людьми которые с улыбкой смотрят в глаза и конечно заряжают своей энергетикой джета бурлаку именно так ее можно представлять всегда раз за разом джета доброе утро очень рада видеть вас в студии тем более что у вас всегда есть о чем рассказать всегда есть какие-то новости всегда есть новые песни ну наверное насчет всегда есть новые песни вы немного погорячились но но сейчас да на самом деле есть много новых песен сегодня телезрители услышат и увидят одну из целого цикла песен которые я могу назвать вишневый блюз это имеется ввиду цикл неки да это некий цикл в декабре будет намного больше новостей я наверное вернусь опять же к вам с вашего позволения пригласить всех на концерт на об этом наверное об другой передачи я хочу чтобы сейчас я то уже слышала песню который вы сегодня пришли и мы честно говоря всей редакции как-то она нас да 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 заставила удивиться то есть она очень глубоко лирика такая ну то есть мы привыкли к этому настроению флирту а тут такая вот прям грамм 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 да вот что я ожидала такого вопроса да и я даже придумала хорошая а ну-ка и наверное это будет ответ такой вот для всех наверное каждый услышит в этой песне то что хочет услышать а что есть на самом деле мне кажется нужно оставлять слушатели чтобы он сам себе додумывал чтобы он сам себе фантазировал и и рисовал картины потому что правд на самом деле много и реальности много и мы лишь выбираем ту реальность которой хотим находиться поэтому я с уверенностью могу сказать что эта песня и моя реальность тоже да я в ней очень комфортно себя чувствую есть наверное время сажать голубей на ладонь а есть время их отпускать как и все отпускать да как то так вот что это значит знаете как режиссеры оставляют открытый финал до того чтобы да 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 если вы прослушайте еще раз эту песню то вы услышите что в принципе она не заканчивается на тонику она заканчивается на доминанту а доминанта в музыке это своеобразный вопрос да поэтому после которого никто не знает когда и каким будет ответ ох вы интригуете какая вы сегодня мало того я хочу сказать что наверное сегодня этот уникальный единственный может быть случай когда эта песня будет представлена в акустической версии потому что вроде бы нам показалось что но все мы все закончили так классно так круто ничего больше вообще не хочется вот хочется чтобы она была такая очень интимная очень камерная голос и три гитары и все но кто-то ее услышал и сказал а я слышу ее по-другому пришлите мы хотим добавить красок и мы подумали если двери открываются настежь ну почему просто в них не войти поэтому у вас наверное сегодня будет уникальная версия этой песни ну вы понимаете то что уже все в любом случае кто собирался на работу там на несколько минут перенесли звоните своим боссом и скажите что вы задерживаетесь вот это правильное решение я хочу секретировать внимание на том что ты песни на русском языке и это не единственная песня это сейчас тоже есть еще одна песня которая называется мам не улетай но я не уверена что я готова эмоционально выйти и спеть ее на широком экране а ведь для вас что она звучит у меня в телефоне в телефоне моих детей в телефоне моих очень близких друзей и пока что вот она такая для нас может быть когда-нибудь вы найдете ее в ю тубе в лайв-концерте я не знаю если мы когда-нибудь на нее запишем видеоклип наверное нет потому что мам не улетай это такая песня которая слушается ночью в наушниках и плачутся в подушку и после чего вытираешь слезы понимаешь слушай но в принципе ведь все идет классно и жизни хороша и жизнь это круто да но в нашей жизни есть эмоции которые удается знаете ты сейчас о чем думаю вы зайти с ума нет а у тебя уже столько лет и казалось бы ну то есть выйти на сцену спеть ну хорошо вот песня есть песня пою нет вы каждый раз это пропускаете через себя для вас это каждый раз новые переживания вот какой-то сегодня здесь сегодня и сейчас может быть наоборот то что я могу пропустить через себя то я и пою и причем это может быть песня о маме о хлебе о мире о родине любимом человеке о доме о кошке о мышке потому что это все существует в нашей человеческой жизни ну да да логично то есть наверно причинно-следственная связь другая все-таки и тогда перейдем узнать еще какой теме кантотерапии то ведь тоже про эмоции это ведь про то что это про то что мне хотелось бы соединить и в концертных больших и залах обычную мою концертную деятельность вместе с кантотерапией сейчас пока концертная деятельность и кантотерапии они идут немножко параллельно более того скажу что теперь поступают предложения на приватные дни рождения вечеринки где люди говорят а мы были вот на кантотерапиях там где много народу а сейчас мы хотим только для нас вот только для нас для наших подружек или для нашей семьи или для нашей компании это очень интересно когда люди готовы люди хотят и поначалу да есть некоторые которые смотрят и думают эта женщина немного сумасшедшая или то что здесь происходит это похоже на какую-то секту а потом они подключаются и думают а нет все нормально я я из этой секты тоже петь танцевать радоваться это можно это круто это правильно но вот есть вот этим мы и занимаемся на кантотерапиях и наверное самое главное что я пытаюсь на них донести на этих кантотерапиях ритм танец пение это первое что появилось на земле человек сначала начал петь и стучать в барабаны а потом он уже начал говорить и поэтому на самом деле это очень мощная психотерапия если тебе нужно воспрять духом да можно избавиться от депрессии просто нужно быть готовым нужно и можно избавиться от переживания от тревожности просто нужно быть готовым и хотеть просто гуляй голодьба петь и танцевать я так понимаю что ты как нужно переступить себя в какой-то момент и дальше открывается иногда да но это очень часто зависит не от меня это зависит от человека который сидит передо мной если он готов идти за мной то я протяну ему руку и поведу его за собой в этот мир ритмов танцев дыхание медитации улетания и возвращения я прям очень стала интересна и хочется задавать еще миллион вопросов об этом но всему свое время сегодня мы все-таки говорим о премьере композиции и буквально через несколько мгновений я думаю что нашим телезрителям стоит отложить все свои дела и погрузиться в размышления в том числе